Нечистоты в воде не пугают отдыхающих. Не останавливает и предупреждение Роспотребного отзора. О том, куда успели доплыть сточные воды и чем грозит купание в такой воде. Екатерина Новгородцева. Жара, которая стояла в городе несколько дней, сменилась духотой. Спасение от нее новосибирцы находят на общественных пляжах. Кто-то просто отдыхает и слушает шум воды, другие вовсю купаются. Некоторые даже ныряют маской и ластами. И это, несмотря на то, что совсем недавно, недалеко от этого места, прорвало канализационную трубу. О Баварии стало известно на прошлой неделе. Прорыв произошел на участке коллектора возле поселка Кирова. В обское водохранилище попадало по 3 кубометра нечистот в час. Чтобы ликвидировать порыв, коммунальщикам пришлось оставить без воды часть советского района и новый поселок. Поломку устранили к вечеру 2 июня. Однако к этому времени течение разнесло фекалии по берегу на несколько километров. Сейчас находится вода загрязнена. Санитарное состояние воды требованием норматива не соответствует. Вдвойне купание запрещено. Опять же, отдыхать можно. Ходить по бережку культурно отдыхать можно. Но купаться нельзя. Даже на пляже Звезда. Я бы просто раз постерег в этом плане. Это опасно для здоровья. Информация о нехорошей воде облетела соцсети. И все же многих горожан перспективы искупаться в водохранилище разбавленном канализации не испугала. Ну, слышали. Но это в пятницу. Не знаю, заделали или не заделали. Ну, заделали, но купаться все равно нельзя на этом пляже. Ну, что теперь сделаешь? А никак вас не смущает, что вода не совсем чистая? Да не, не очень. Я же нырять-то не буду. По словам экспертов, почти вся береговая линия от поселка Кирова до плотины ГЭС, за исключением пляжа Звезда, санитарная зона. Купаться там нельзя и в обычное время. Сейчас нарушители рискуют еще и подхватить кишечную палочку, заразиться дизентерией, брюшным тифом и гепатитом А. Купались? Нет, в этом году ни разу. Да что-то и вода холодная. Да вроде нельзя, там табличка и все вроде. Так что мы аккуратненько в сторонке от сеха отдыхаем. Другие водоемы есть, озеро куда-нибудь сидят. Не обязательно на море. Оценить масштаб бедствия можно только с помощью анализов воды. Пробы взяли в радиусе километра от места прорыва. Сейчас из-за аварии закрыты два пляжа – Звезда и Центральный. Внешне вода чистая, да и неприятного запаха никакого нет. И все же пляжи останутся закрытыми как минимум до понедельника, до тех пор, пока не будут готовы пробы воды. Екатерина Новгородцева, Алексей Зубила. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова